Вынужденная самоизоляция не повод для грусти. За эти дни можно приобрести полезные привычки. Например, отказаться от целлофановых пакетов. О том, чем их можно заменить, нам расскажет экологист Анастасия. Да, с удовольствием. Что нам для этого понадобится? Для шитья многоразовых мешочков фруктовок нам понадобится, конечно же, сетка. В домашних условиях можно использовать любую сетчатую ткань или, например, старый тюль, если у вас есть. Также нам понадобятся формы для вырезания мешочков. У меня их есть две. Нитки, конечно, и шнурки для завязывания. Сетка у нас уже есть. Формы я подготовила для нас с тобой. Все, что нам сейчас нужно, это нитка с иголкой и приступаем к работе. Могу дать несколько лайфхаков, советов. Когда мы вырезаем форму по лекалам, обязательно не забывайте оставлять по бокам отступ и сверху. По бокам я оставляю в основном 2 см, а если сверху, то 3 см. Впоследствии в процессе я покажу, для чего они нужны. Мешочки можно шить как вручную, так и на машинке. На машинке, конечно, это быстрее. Но могу сказать по собственному опыту, когда шьешь вручную, на самом деле моторика развивается, успокаиваешься. То есть такой способ релаксов. Поэтому всем советую попробовать вручную тоже пошить. Так, у нас есть заготовка сетка. Мы ее загибаем в половину, обязательно, чтобы вот этот загиб был по дну. Вот. Теперь по бокам мы делаем загиб внутрь на сантиметр примерно. И снизу кверху начинаем шить удобным для вас швом. Старайтесь брать двойную нитку, чтобы швы были крепкими и пакет, мешочек впоследствии не порвался. А ты вот пользуешься своими мешочками, как в магазине люди реагируют. Кассиры особенно очень так странно реагируют. Вечно, на моем опыте не беспокоят. На самом деле мне тоже этот опыт нравится, их реакция нравится. Люблю привлекать внимание и вижу, когда они видят подобные мои мешочки, удивляются. Я тем самым понимаю, что зерно осознанности в их голове откладывается. Одна сторона у нас готова. Не забываем оставить сантиметра три сверху, для того, чтобы сделать место для продевания нитки, шнурочка, дотягивания. С другого боку аналогичным образом подгибаем сантиметр сетки и пришиваем снизу бедерку. Итак, мы прошили две боковины. И самое важное, одно из самых важных моментов, это прошить загиб для веревки. Также мы загибаем два сантиметра примерно и пришиваем. В подобном опыте мы уже сделали с двух сторон. И теперь ответственный момент. Выворачиваем наш мешочек. Красивой стороной. Покажем, вот такой у нас он получился. Размер мешочка вы индивидуально под себя подбираете. У нас формат А4, могу сказать сразу, он максимально подходит для фруктов. Вот. Теперь веревку можно вводить в любую. У меня есть лента атласная и есть вот наши джутовые ниточки. Тоже, как происходит замер. Оставляем примерно хвостик, ну, сантиметров 10, я скажу, вот так. Для того, чтобы продеть веревку, да, на загиб, используем либо булавку, да, либо скрепку. Ну, это лично мой способ, да, чтобы это все закрепить. Закрепляем. Вот скрепку ленту и начинаем надевать. Изготовив это изделие, я чувствую, что сделала мир чуть лучше. Это отличный вариант весело использовать, провести время. Также изготовить эти мешочки можно не только для своего пользования, но и, например, это отличный вариант подарка для родных и близких. Поэтому используйте, создавайте. Пожалуйста. У меня это скрепчено. Да. Спасибо тебе большое, Настя, за то, что ты нам показала способ, как можно провести полчаса не только интересно, но и максимально полезно, как для себя, так и для природы. Субтитры подогнал «Симон»!